В Ак-Тубе начался суд над диспетчером службы 112. По версии следствия, сотрудник проигнорировал звонок от женщины, просившая помощи. 55-летняя Клара Султанбаева отправилась на авторынок продавать машину. В итоге ее задушили в авто ремнем безопасности. Но женщина успела позвонить и прокричать в телефон о том, что ее убивают. Однако оператор службы 112 не придал этому значению. Как подсудимый объяснил бездействие и о чем просят родные погибшей, расскажет Эльмира Ержанова. В Ак-Тубе судья 27-летнего диспетчера службы спасения при ДЧС области. Аделя Халидола обвиняют по статье «Халатность». 9 июня этого года во время его дежурства поступил звонок о помощи. 55-летняя Клара Султанбаева поехала продавать свою машину. На встрече лжепокупатель накинул ей на шею ремень безопасности и начал душить. В этот момент женщине удалось набрать 112. Сильно закричала «меня убивают». Но оператор Халидола, приняв звонок, не обратил внимания на ее слова. Не придал значения, не оценил. Ограничился только тем, что уточнил адрес и не перезвонил, чтобы выяснить ситуацию. Не отправил помощь. Тело погибшей обнаружили за городом. В поисках участвовали волонтеры. Подозреваемого вскоре задержали. В его гараже нашли и похищенную машину. Гособвинение считает, что диспетчер 112 халатно отнесся к своим обязанностям. В результате погиб человек. Подсудимый же заявил, что не слышал слов «меня убивают». Услышал только громкий крик и принял его за семейную ссору. В тот день, по его словам, он принял 807 звонков. А самый важный упустил. На суде он признал вину, просил прощения у родных погибшей. К своей работе отнесся халатно. Вот он говорит, что не слышал ее голоса. Но ведь он четко слышится. В первый раз слышу, что он об этом. Она ведь громко кричала, что ее убивают. На рассмотрение суда оставляю меру наказания. Суд сам решит. Потерпевшая сторона отказалась от предъявленного ранее иска в размере 5 миллионов 300 тысяч тенге. Стороны пришли к медиативному соглашению. Сестра погибшей сообщила, что ей возместили весь ущерб и простила диспетчера. Она просит, чтобы суд прошел в сокращенном порядке. Это уже второй случай, когда служба спасения игнорирует звонки о помощи. Зимой этого года оператора 112 осудили на полгода условно за то, что не поверил девочке, истекающей кровью. Она одна выжила после нападения на ее семью.